Добрый вечер! Мы продолжаем уроки по книге «Воикра». Идельный раздел Торы к душим, 19-я глава, которую мы изучаем очень и очень подробно, поскольку это центр тяжести, пожалуй, если можно так сказать, центр тяжести всей Торы. 18-й стих в этой главе, после того, как Тора дала запрет на ненависть, не испытывая ненависти, не питая ненависти к своему брату в сердце, после этого Тора говорит, если не испытывать ненависть, то как нужно относиться к человеку, если он какую-то гадость не сделал, тогда упрекни его, то есть выясни с ним отношения и не понесешь за него грех, и сразу после этого не мсти и не помни зло на сынов твоего народа и люби твоего ближнего как самого себя, я Бог. Мы уже говорили на прошлом уроке, который был посвящен смыслу этого запрета на месть, говорили мы, что Рамбан видит во всем этом отрывке единое целое, то есть если получилось столкновение с другим человеком, если, по моему мнению, кто-то мне насолил, нагадил, причинил мне вред, ущерб, обидел, оскорбил и так далее, правильное отношение не питать к нему ненависти скрытой в сердце, держа фигу в кармане, а открыто выяснить с ним отношения, чтобы не накапливалась злоба и ненависть по отношению к нему, это называется упреки, упрекнуть его, и уж ни в коем случае, конечно, не мстить и не помнить злое, а благодаря выяснению отношений помириться с ним, попросит он прощения, будет замечательно, не попросит, что же делать, все равно, с моей стороны, главное здесь, это простить ему, и постараться забыть так, чтобы между нами как будто ничего не было. Это объяснение Рамбана ко всему этому отрывку. Ключом для понимания уже, я не говорю сейчас о, там, Эймитсвот, о смысле этой заповеди, этой теме был посвящен предыдущий урок, я сейчас хочу войти в конкретные уже детали аллахические этой заповеди. Так вот, аллахическое содержание этой заповеди определяет Медраж в Турат-Куаним, который приводят все, и Талмуд его цитирует, и Раши в своем комментарии, и комментаторы Талмуда, и законоучители, все приводят этот самый Медраж в Турат-Куаним. Сказано там так, что значит не мсти, если один человек говорит другому, одолжи мне на время свой серп, и тот ему отказывает, а на завтра второй, то есть тот, кто отказал, говорит первому, дай мне свой топор попользоваться на время, а первый отвечает, не дам тебе, как ты мне не дал серп, так и я тебе не дам топор. Вот это и называется мстить. А что значит помнить злое, второй запрет? Злопамятство – это если один человек говорит другому, одолжи мне свой топор, а тот ему отказывает, а на завтра второй говорит другому, одолжи мне свой серп на время, а тот отвечает, пожалуйста, бери, я же не такой, как ты, когда ты мне не дал топор. Вот это называется злопамятность. Человек ведь хранит здесь в сердце обиду, вражду, хотя и не мстит. Проблема с подобного рода примерами, которые здесь дает Турат Куаним, она вот какая. Известно, что способ изложения материала в вузной торе, он совершенно не академический. Если бы это был академический подход, то сначала перед нами было бы определение строгое. Местью называется действие, которое и так далее, и так далее. Злопамятностью называется действие или отношение, которое так-то, так-то. После этого были бы приведены конкретные примеры, иллюстрирующие данные определения. Это академический принцип от общего к частности. Принцип мудрецов-банабрад. Мы видим, что обычно изложения прямо противоположные, то есть от частного к общему. И примеры, которые даются, они не столько примеры иллюстрирующие, сколько они часто могут быть. Могут быть примеры иллюстрирующие, но нередко это могут быть примеры, за которыми, в общем-то, кроется определение, которое дается вот таким вот неакадемическим образом, а в самих примерах приведенных выстраиваются определенные рамки и границы данного запрета или данного повеления. Вот как относиться к тому, что здесь мудрецы дают в качестве примера? В качестве примера здесь отношение между двумя людьми, которые один просит другого сделать ему доброе дело и одолжить ему определенный инструмент. Например, серп или молоток, или топор. Значит ли это, если мы поймем этот пример очень строго, скажем, что вот эти запреты, они относятся только к одолжению инвентаря инструментов. Или, может быть, нет. Или, может быть, это относится к более широкой сфере, это только более конкретный пример. Может быть, это относится ко всей сфере материальных отношений. А, кстати, еще вопрос. А если один человек причинил другому зло? Здесь мы не имеем дела с причинением зла, а здесь мы имеем дело с отказом помочь. И человек мстит. Ты мне не захотел помочь, и я тебе не буду помогать. А если здесь не просто отказ в помощи, а если здесь активно причиненное зло? Материальный ущерб, моральный ущерб, оскорбление, обида или что-то что-нибудь. В этом случае, значит ли это, если такой пример не приведен, значит ли это, что здесь нет запрета на месте? Вот это вопросы, которые нам придется выяснить. И для начала отправимся мы в Талмуд. В Талмуде, в трактате Юма, там есть отрывок довольно неожиданный и не самый простой к пониманию. Попытаемся его прочитать в переводе и понять, о чем там идет речь. Сказал Раби Йоханан, Талмид Хохам, то есть мудрец, Талмид Хохам, который не мстит и не хранит злобу подобно змею, не вправе считаться мудрецом Торы. Вот прямо так. То есть Талмид Хохам, человек, который претендует на то, чтобы, не сам претендует, но, по крайней мере, к нему, чтобы к нему относились как к настоящему мудрецу Торы, у него должно быть вот это качество. Он должен мстить и быть злопамятным, как змея. Не знаю, почему как змея, я лично со змеями не знаком. Не могу сказать, злопамятный змея или нет, мстят они или нет. Ну, по крайней мере, мудрецы дают здесь вот такое вот определение. На первый взгляд, это совершенно непонятно, но ведь в Торе же написано «не мсти» – прямой запрет. Что же мы скажем, что Талмид Хохам – это такая категория людей, на которых запреты Торы не распространяются, что это привилегированная группа такая? Именно так спрашивает Талмуд. Но ведь в Торе сказано «не мсти» и «не помни зло». Запрещено и то, и другое. Отвечает Талмуд. Это относится, то есть то, что написано в Торе «не мсти» и «не помни зло», это относится только к имуществу, то есть исключительно к сфере имущественных отношений. Как учили в Барайте, это Барайта. И тут же Талмуд цитирует Барайту и Стураткуаним, которую привел Ираши. Что значит месть? А это если один человек говорит другому «дай мне на время свой серп», тот ему отказывает, а на завтра второй говорит первому «дай мне на время свой топор», и тот ему отвечает «не дам тебе, потому что ты не дал мне». Вот это называется мстить. Ну, о чем здесь речь идет? Топор, серп, материальные отношения. А что такое помнить зло, если один человек говорит другому «дай мне на время твой топор», и тот ему отказывает, а на завтра второй говорит первому «одолжи мне свою рубашку», первый отвечает «бери, я не такой, как ты, ты-то мне не дал топор». Вот это называется злопамятностью. А к физической боли запрет не относится. Кстати, когда Талмуд здесь говорит о физической боли, он имеет в виду нематериальные отношения, но не только физическую боль, но и моральную боль. То есть физическая боль здесь, то, что называется в Талмуде царо-де-гуфа, это не отрицает и моральную боль. То есть если была причинена человеку здесь боль, попросту его ударил кто-то, или же ударил его не кулаком, а ударил его словом, оскорбил его, или, может быть, даже осрамил его прилюдно, на эти случаи запрета нет. Тора, по крайней мере, говорит не об этом. Получается, что если мы правильно поняли вот это место в Талмуде, то пример, который был приведен в Турат-Куаним, вот это с топорами, серпами, рубашками и прочим инвентарем, понимать нужно следующим образом, что это перед нами именно вот пример, который дает здесь определение. То есть, что запрет на месть и на злопаминство касается только сферы материальных отношений, но не физического ущерба и не морального ущерба, и не обиды, не оскорбления и так далее. Получается так, то, что сказал Раби Йохана, что Талмид Хахам, который не мстит и не хранит злоба, подобно змею, не вправе считаться мудрецом Торы, это касается обиды, которая была нанесена Талмид Хахаму. Не материального ущерба, в области материального ущерба он обязан простить точно так же, как обязаны простить все остальные. И ему нельзя не только не мстить, но и помнить злое. Но вот что касается, что касается обиды, вот здесь вот уже сказано, что он должен ее помнить. И он должен за нее отомстить. Талмуд не сдается. Есть еще одно возражение. Но мы же учили, возражает Талмуд, и приводят здесь другую Брайту. А тех, кого обижают, но они не обижают в ответ, то есть не мстят обидой за обиду, слышат оскорбление в свой адрес и не отвечают, молчат. О них сказано, любящие Его, то есть это люди, которые любят Бога, они будут как солнце, восходящее во всей своей силе. Прежде всего, определить. Понятно, что вот это вот приведенное здесь Брайта, а тех, кто обижает, но они не обижают в ответ. Здесь не написан запрет или митцва. Здесь речь идет о Мидат Хасиду, то есть похвальное поведение, которое определяется не буквой закона, а тем, что следует вычитывать между строк закона. То есть настоящее похвальное поведение – это промолчать в ответ на оскорбление. Тебя оскорбляют, тебя обижают, тебя оплевывают, утрись и смолчи. Это похвальное поведение, и люди, которые способны на это, понятно, что для этого нужны колоссальные душевные силы, и поэтому говорит здесь Брайта, что такие люди, они кецета, шемеш, боговрату – это как солнце, восходящее во всей своей силе, во всей своей красе и великолепии. Так как же можно сказать с одной стороны, что Тармид Хахам должен помнить нанесенную ему обиду и отомстить за нее, когда в другом месте, в узной торе сказано, что наоборот, желательное похвальное поведение для человека – это смолчать и не ответить обидой на обиду, и не мстить за нанесенную обиду обидчикам. Говорит, отвечает Талмуд, Раби Йоханан имел в виду, что Тармид Хахам имеет право помнить обиду. То есть следует различить здесь. То, что здесь хвалят, хвалят здесь человека, который не отвечает обидой на обиду. И это действительно, на самом деле, похвально для всех, в том числе и для Талмид Хахамим, для ученых Торы. Мстить не следует. Получается, даже там, то есть, если это касается материальной сферы, то там – это строгий запрет Торы мстить. Если это касается обиды или причинения физической боли, то там запрета нет. Но правильное поведение – не мстить всем. Что касается в этой ситуации помнить обиду, то вот здесь, хотя запрета на то, чтобы помнить обиду, нет. Но если по отношению ко всем людям сказано, что и им желательно не помнить обиду, то по отношению к Талмид Хахаму, наоборот, он имеет право помнить нанесенную ему обиду. Талмид Хахаму снова не сдается. Еще одно возражение. Но мы же учили в другой брайте. Есть еще один источник. Тот, кто поступает вопреки своему характеру. То есть, что имеется в виду? Он снисходительно относится к людям, провинившимся перед ним. То есть, естественно, для человека помнить обиду. Когда нас обижают, для нас совершенно естественно эту обиду помнить. Но вот тот, кто сумеет, как говорил поэт, наступить на горло собственной песни и вопреки своему характеру простить людей, тот заслуживает снисходительного отношения Всевышнего ко своим проступкам. То есть, тоже называется медакинэгедмеда, мирой за миром. Хотел ли бы ты, чтобы Всевышний не уточнял по поводу каждого твоего проступка? Хотел бы ты, чтобы Всевышний прощал тебя за какие-то проступки? Конечно, хотел бы. Если Всевышний не будет мне прощать, так научись прощать другим людям. И если ты научишься прощать другим людям, тогда такой закон созданного Всевышним мира. В нем провидение будет относиться к тебе, как это говорил Алексей Дим, «Ашем цилха альяды минеха» Всевышний, он как тень у твоей руки. Подобно тому, как тень идет след за рукой, куда пошла моя рука, туда пошла и тень. Точно так же и здесь. Мы уступаем другим людям, Всевышний уступит нам. Мы прощаем другим людям, Всевышний нам прощает. Хочешь, чтобы тебе прощали? Или мучить прощать? Стало быть, это правильное поведение. И снова для всех, в том числе Эдель Тальмид Хахама, отвечает Талмуд, и это окончательный ответ. Это верно только в том случае, если у него просят прощения. Тогда, конечно. То есть, если была нанесена обида, не касающаяся материальной сферы, а было здесь оскорбление, например, или причинение физической боли, то Тальмид Хахам имеет право помнить о нанесенной ему обиде до тех пор, пока человек не попросил у него прощения. Как только попросил прощения, нужно тут же простить, и все забыто. Значит, если мы правильно поняли это место в Талмуде, то выводы из него такие. Первый вывод. Запрет на месть и на злопамятство касается только сферы материальных отношений. Что касается причинения физической боли или оскорбления, запрета нет. Ни на месть, ни на злопамятство. При всем при том, мидадхасидуд, то есть желательное, правильное поведение, которое основывается не только на букве закона, но и на понимании смысла закона, то, что называется, чтение между строк, правильное поведение и при этом не мстить и не помнить обиды. Исключение оставляет Талмудхахан, которому не только разрешено, но и правильно, похвально, чтобы он помнил обиду до тех пор, пока у него попросят прощения. Как только попросят прощения, обязан тут же примириться и забыть. В скомочках, когда я говорю «забыть», не следует понимать это буквально. Невозможно забыть, и не требуется забыть происшествие. Но оно засело у нас в памяти. Имеется в виду забыть обиду. Я помню, подобно тому, как я бы помнил, что обидели другого человека. Моего соседа обидели. Я помню об этом, я помню об этом. Но я не держу зло на того, кто обидел моего соседа. Я только знаю, что был факт. Вот это то, что требуется от человека. Запрет на злопамятство означает, даже если мы помним, факт не держать зло. И как мы сказали, этот запрет касается, исходя из прочитанного места в Талмуде, к материальной сфере, к сфере физической боли при случае нанесения оскорбления, обиды или подчинения физической боли запрета на злопамятство. Нет, желательно все-таки простить. А уж тем более, когда просили прощения, тогда даже Талмитрахан должен простить. Так мы поняли этот отрывок Талмуда. Оказывается, что наше понимание, оно не только мы так поняли, даже большие-большие авторитеты среди решеним, среди ранних комментаторов Талмуда и законоучителей понимают именно так. Прежде всего, это Сефир и Рейм, книга очень важная, которую написал Рабелезер из Мец. Вот посмотрим, как он резюмирует эту заповедь. «Не мсти и не храни злобы». Тора предписывает и предостерегает нас не мстить и не помнить зла на сынов Израиля. А в Медраше Турат Куаним, это источник, с которым мы все время работаем, а также в трактате Йоба, это то место из Талмуда, которое мы сейчас зачитали, наши наставники учили. В этом стихе говорится об имуществе. То есть, ограничение, которое... Обратите внимание, как он формулирует. Прежде всего, это сказано в Турат Куаниме. В Турат Куаниме не сказано, что ограничение, что есть ограничение, что запрет касается только имущественной сферы. Но там в качестве примера приведены именно случаи имущественные. Про серп, про топор, про рубашку. А формулируется это уже конкретно в Талмуде, что этот запрет на месть и на злопамятство касается только сферы имущественных отношений. Вопрос, ну откуда же мы учим? То есть, мы до сих пор говорили, ну так понимает это Брайтов Турат Куаним. Ну а вопрос, а можно ли нам задать вопрос, а откуда этот Медраж Брайтов Турат Куаним? Откуда она знает, что Тора имеет в виду только имущественные отношения? На это Рабелезер из Меца отвечает так. А ты обратись к известным 13 методам, которыми исследуется Тора. И учи, опираясь конкретно, имеется в виду 12 метод. То есть, есть 13 правил, при помощи которых мы соотносим, приводим к соответствию устную традицию и текст письменной Торы. Каким образом, исследуя текст Торы, находить в нем основы устного предания? Есть 13 правил сформулированных. Так вот, 12 правило говорит, что текст Торы следует понимать, исходя из контекста. А каков здесь контекст? Давайте посмотрим заповеди, которые перечислены вот в этом месте. Это 19 глава книги Воикра, начиная с 15-го, 16-го, и так далее, стихов. Что там написано? Перечисляем заповеди одну за другую. Это все заповеди, связанные с имуществом. Первый. Запрет там на задержку в уплате заработка наемному работнику. Чисто материальный вопрос. Не выплата заработка. Не только задержка запрещена, не выплата, но тоже заработок материальный. Грабеж. Ложное отрицание денежных обязательств. Тоже все материальные сферы. Обман. И чуть выше. Колосья, опавшие при жатве. То, что разрешается беднякам, забирать колосья, опавшие при жатве, и запрещается хозяину им препятствовать. Ягоды, упавшие при сборе винограда. То же самое. Все это, их нужно оставлять бедными. Все это имущественная сфера. Стало быть, если запрет на месть и на злопамятство появляется именно в этом контексте, так его и следует понимать, что этот запрет ограничен материальной сферой. И несмотря на то, что в Турад-Куаним запрет омщения и злопамятства, он разбирается на ситуации. Если так, давайте пойдем, может быть, к другой крайности. Что там сказано в Турад-Куаним? Сказано там конкретно инструменты. Топор, серп и так далее. Может быть, он касается даже не всей сферы материальных отношений, а только аренды инструментов. Это неверно. Все же это предписание связано не только с одалживанием инструментов. Ведь в тихе это само инструменты не упомянут. И из контекста никак не следуют именно инструменты. Материальная сфера, да, она следует из контекста, но не инструменты. Следовательно, запрещено мстить в случае любого имущественного конфликта. То есть еврею запрещается умолять в денежной помощи и благотворительности тому, кто не помог ему в нужде. Ибо такое поведение, когда я отказываюсь помочь тому, кто не хотел помочь мне, это суть смещения. Им также запрещается напоминать человеку о том, что он когда-то отказался помочь, говоря ему, вот несмотря на то, что ты мне не хотел помогать, я тебе помогаю. Но это запрет на злопаместность. Ну, это мнение Сефера Рейм, что в действительности из Талмуда из-за этого отрывка в трактате Юма мы выводим, что запрет на месть ограничен только материальной сферой. То же самое в Сефера Митсвот Агадоль, то есть в книге Митсвот, Смак, как ее по аббревиатуре называют, Раби Мушей из Куции, пишет подобно. В трактате Юма сказано, Раби Йоханан сказал, Талмид Хахам, то есть мудрец Торы, который не мстителен и не злопамятен, подобно змее, не вправе считаться мудрецом Торы. Ему Талмуд возражает, ну разве в Торе не сказано не мсти и не помни злое? На что следует ответ? В этом тихе говорится об имуществе. Стало быть, вот окончательный вывод из этого отрывка, говорит Смак. Талмид Хахаму следует терпеть унижение. И нельзя, не следует ему унижать обидчика. Ему следует выслушать оскорбление и не ответить на него. Тем не менее, он должен затаить обиду в сердце. То есть, если кто-то его оскорбил, сказать ему сам дурак нельзя. Но затаить обиду в сердце не только можно, но и должно. До каких пор? Но как только обидчик попросит прощения, мудрец должен простить его. Таков вывод из этого места в Талмуде продолжает, как и может, инскурсии. Это Талмид Хох. А относительно прочих людей, враждующих между собой, то дело обстоит следующим образом. Если один из них мстит другому, то есть не в области материальной, а мстит за оскорбление или за причиненную боль, то он не нарушит запреты Тора. То есть, если сегодня кто-то, скажем, побил Хаима, а Хаим потом стерег обидчика в подъезде и стукнул его, то запреты Тора он не нарушил. То же самое касается оскорбления или того, кого срамили. Однако, что касается Медад Хасидут, то есть по нормам желательного поведения Медад Хасидут, то ему следует поступить вопреки своему характеру, то есть вопреки совершенно естественному желанию человека отомстить. Как сказано там в трактате Йома, тот, кто поступает вопреки своему характеру, то есть снисходительно относится к людям, которые его обижают, которые совершили проступки против него, тот заслуживает сам снисходительного отношения Всевышнего к своим собственным прегрешениям. И также царь Давид, хваляясь своими добродетелями, сказал, «Разве я заплатил злом моему доброжелателю? Пусть преследует меня враг!» и так далее. А об одном благочестивом мудреце сказали дальше даже больше, что каждый день, отправляясь спать, он говорил, «Я прощаю всех тех, кто причинили мне боль». И вслед за этим Рабимушемикутси, там, смак, говорит, «Ну, посмотрите в Рамбама». Рамбама объяснил это место Талмуда не так, как объяснили мы. Что он имеет в виду? В двух различных местах в Рамбаме начинается здесь проблема. А именно, первое, когда Рамба приводит запрет на месть и на злопамятство, он не ограничивает его сферой материальной. Он, правда, не говорит черным по белому, не пишет черным по белому, что и в случае обиды или нанесения физического веча тоже есть запрет на месть. Он этого не говорит. Но, с другой стороны, он и не говорит, что запрет ограничен только материальной сферой. Это раз. Второе. В законах об изучении Торы он приводит следующую формулировку. Пишет там Рамбам так. «Несмотря на то, что мудрец, защищая свою честь, вправе объявить бойкот человеку, оскорбившему его. Это полное право. Тем не менее, недостойно мудреца поступать таким образом. Напротив, ему следует заткнуть свои уши от оскорбительных слов невежды и не обращать на него внимания, подобно тому, как сказал царь Шломо. «И не на всякое слово, что говорят, обращай внимание, чтобы не услышать, как вот раб проклинает тебя. Умей пропускать оскорбления мимо ушей». Так поступали благочестивые мудрецы ранних времен. Они молча взлушивали оскорбления. Более того, прощали обидчику и не хранили на него зла. Таков путь мудрецов Торы, которому належит следовать. Но все сказанное выше, то есть, что правильный путь для мудрецов Торы пропускать оскорбления мимо ушей и на обиду не реагировать, относится к случаям, когда мудреца унизили или опозорили непублично. С глазу на глаз, когда не было публичного оскорбления. Обругали его, обозвали его, может быть, даже руку на него подняли. Промолчи. Сделай вид, что не заметил. Прости. Но если Тармид Хохам был оскорблен или опозорен прилюдно, то ему нельзя поступить со своей честью. И если поступится и простит, то будет наказан, поскольку в его лице было нанесено оскорбление Торы. Почему ему нельзя прощать? Да потому что это не его обида. Его обида – это когда с глазу на глаз. Но когда прилюдно оскорбляют мудреца Торы, то не человеку нанесено оскорбление, а Торе. Прощать это нельзя. И в таком случае мудрецу надлежит, подобно змею, мстить и помнить зло обидчику, пока тот не принесет свои извинения, после чего мудрецу следует простить его. Так пишет Рамбов. И по Рамбову получается, что Тармид Хохаму, мудрецу Торы, предписывается не только хранить в памяти обиду, но и отомстить за нее, если это касается чести Торы. Он не вправе. Прощать он должен свои собственные обиды. Что не свои собственные обиды, когда они затронуты через Торы? Если его обидели с глазу на глаз. Тогда самые страшные обиды, самую невероятную боль и самое жуткое унижение с глазу на глаз он должен простить. Но если это было публично, ему нельзя прощать. И если простить, будет наказан. Он должен отомстить за нанесенный Торе, здесь нанесенное на оскорбление. Получается, что по Рамбову разница между разрешенной и запрещенной местью, это, правда, проходит не в области материальных отношений или оскорблений. Нет, разница совсем другая. Разница в том, было ли публичное оскорбление или не публичное. Публичное оскорбление и именно Тальмид Хахама, к другим людям это не относится, нельзя прощать. Но любой другой человек, который был оскорблен публично, либо Тальмид Хахам, который был оскорблен с глазу на глаз, должны прощать. Им запрещено мстить, им запрещено помнить злое. Так пишет Рамбов. Вопрос, а как Рамбов учил то самое место в Талмуде, которое мы зачитали? Ну, там же ясно сказано, что разница-то вся, что весь запрет на месть, он касается только материальной сферы. И если есть какое-то различие между Тальмид Хахамом и другими людьми, то это различие совершенно... Различие не в том, что Тальмид Хахаму следует мстить за публичное оскорбление, а в том, что Тальмид Хахаму разрешается помнить только злое до тех пор, пока обидчик не попросит прощения. Так вроде написано в Талмуде. Как же Рамбов выучил это место в Талмуде? Как он смог сделать из этого места в Талмуде выводы, которые противоречат всему тому, что мы поняли, и не только мы это поняли, но и крупнейшие авторы законодательных сочинений и комментаторы. Одно из очень важных книг, в которых комментируется книга заповедей Рафсаде Гауна и Рамбама, которую написал Рабьёх Нанперлов, в ней говорится следующее. Сначала он высказывает удивление, которое мы тоже высказали. Это высказывание Рамбома вызывает удивление. Ведь из обсуждения, которое изложено в Талмуде, в трактате Юма, со всей очевидностью следует, просто черным по белому там написано, что предписание «Не мсти, не помни зла» относится только к материальной сфере, только к вопросам, связанным с имуществом, но не к физической, либо не к душевной боли, которую причинили человеку. А Рамбом вообще не упомянул этого различия. И напротив, из того, что он написал в целом ряде месяц, получается, что запрет относится ко всем ситуациям. Однако, пишет Рабьёх Нанперлов, что он обнаружил в книге, которую написал сын Рамбома, то есть Рамбома этого не объяснил, но сын Рамбома, Раби Авраам, утверждает, что у Рамбома была другая версия Талмуда. То есть, если в нашей версии там противоречие, с чего начинается, напомню, Талмуд начинается с утверждения Раби Йоханана, что настоящий Талмид Хахам, Талмид Хохан может называться мудрецом Торы, по-настоящему, только если он умеет мстить и быть злопамятным, как змея. На это Талмуд возвращает как-то так. Но ведь в Торе-то написано не мсти и не помни злого. На это ответ Талмуда в нашей версии, а этот запрет касается только сферы материальной. Но у Рамбома было написано не так. В версии Рамбома сказано так, что на высказывание, когда возражаются стиха не мсти, не помни злое, последовал ответ, здесь нет противоречия. В этом высказывании Раби Йоханана речь идет о вопросах Торы, а в том, что сказано не мсти и не помни злого, вот этот запрет Торы касается вопросов этого мира. Что значит «аби мили де урайта, ааби мили де альма». Что это означает, это выражение Талмуда? Рамбом понимает вот так. Что такое мили де альма? Что такое вопросы, касающиеся этого мира? Если мудреца Торы оскорбили, но это оскорбление касается только вопросов этого мира, то есть его обиды, его боли, его ощущений, и не была затронута часть Торы, тогда в этой ситуации действует запрет, жесткий и строгий запрет Торы и на месть, и на злопавец. Но если это «аби мили де урайта», есть, как понимает Рамбом, что если этот вопрос касается чести Торы, то вот здесь вот уже, наоборот, не только что нет запретом мстить, но Талмитхохам, наоборот, обязан отомстить, и если он не умеет мстить, и за нанесенные оскорбления Торы, то его нельзя называть настоящим обидцом. Он знающий человек, но не настоящий Талмитхохам. Настоящий Талмитхохам – это человек, которому больно, ужасно больно за нанесенное Торе оскорбление. Когда наносится Торе оскорбление, а когда ему как разделить, про Трампу очень просто. Если оскорбление прилюдное, тогда это оскорбление Торы. Тогда все люди вокруг видят, что человеку, который символизирует в глазах других людей Тору, нанесено оскорбление, и он молчит, авторитет Торы в глазах людей падает. Неизбежно падает. В этом случае нельзя молчать. В этом случае нужно затаить злобу до пори до времени и найти время и расквитаться с тем, кто нанес Торе оскорбление. Но если это оскорбление неприлюдное, если пусть самое жуткое унижение, но с глазу на глаз, тогда, тогда это называется бемеридеальма, тогда это вопросы, связанные с этим миром, с обидой, личной обидой Талмитхохама, которую он должен проглотить, простить, ему нельзя мстить, ему нельзя слопамятствовать, он должен постараться сделать все, чтобы стереть обиду из памяти. И так получается у нас, что по двум вопросам разошлись во мнениях комментаторы Талмуда. Вопрос первый для нас не очень актуальный, а именно, имеет ли право, обязан ли Талмитхохам, мудрец Торы, обязан ли он мстить за публичное оскорбление. По мнению Рамбома, обязан, по мнению остальных, нет, не только не обязан, и даже нельзя. Он имеет только право, по мнению остальных комментаторов, которые спорят с Рамбом, он имеет право только помнить обиду до тех пор, пока обидчик не попросит прощения. Этот вопрос для нас не актуален, ибо мы нету медейха хамим, мы не мудрецы Торы, поэтому заострять внимание на нем не будем. Но второй вопрос, это одна сторона медали, а вторая сторона медали, вторая сторона этого спора, это вопрос о нанесении физической, физического ущерба, причинения боли, физической, телесной, или душевной боли, оскорбления, не обязательно публичного, любого оскорбления, нанесении обиды, унижения и так далее. Согласно мнению Сефир и Реймс, Маг и многих-многих-многих комментаторов, запрета на месть в этом случае нет. Они считают, что запрет на месть касается только сферы физической, только сферы, простите, только сферы материальных отношений. По мнению Рамбома, есть запрет. По мнению Рамбома и на обиду и даже на публичное оскорбление в этом случае нельзя реагировать на это местью, нельзя мстить, нельзя помнить злое, надо сделать все, чтобы простить. Ну, если у нас есть спор, то вопрос агалаха как? Практический закон? Есть ли практическое разрешение этому спору? Обращаемся прежде всего к Хофицхайм. Хофицхайм в Мишнабрура это Кувнун Вав 156 параграф пишет он так, зачитывая. Тот, кто мстит ближнему, нарушает запрет Туры. Как сказано, не мсти и не помни злое. Например, и тут же он приводит этот классический пример ресторат Куаним. Один говорит другому одолжи мне мотыгу, но тот сказал, отказал ему. На следующий день человек, сказавший в просьбе, сказал тому, что накануне просил у него мотыгу одолжи мне серб, а тот ответил не дам тебе серб, как ты не дал мне мотыгу. Вот это пример мщения. Продолжает Мишнабрура Арабель Лезер из Меца в своей книге Сефир и Реем писал это предписание связано только с одолжением инструментов, ведь в стихе инструменты не упоминаются. Следовательно, запрещено мстить в случае любого имущественного конфликта. То есть, еврею запрещается умолять в денежной помощи или в благотворительности тому, кто не помог ему в нужде, ибо такое поведение по сути мщение. Цитата из Сефир и Реем поставил Мишнабрура точку и не приводит он второго мнения мнения Рамбома, по которому это неверно. Если Мишнабрура привел здесь мнение именно и Реем, то есть, что запрет мстить касается любого имущественного конфликта, а неимущественных конфликтов он не касается. Стало быть, наверное, можно сделать вывод, что Ле-Аллаха с точки зрения практики нет запрета на месте в случае причинения физической боли или обиды. Но что делать, если в другой своей книге Хофицхайм, в книге, которая так и называется, Хофицхайм, там во вступлении он пишет так. Из сказанного выше следует, что мнения ранних комментаторов Талмуда разошлись в вопросе, дозволяется ли законом Торы мстить тому, кто причинил физическую или душевную боль. Здесь он уже пишет черным по белому, что есть спор. Мишнеброри он не привел этого спора. И поскольку эта неопределенность связана с запретом Торы, следует придерживаться более строгого мнения. Хофицхайм попросту. У нас есть простое и известное правило. Если сомнение касается постановления мудрецов, то в случае спора по постановлению мудрецов правильно принять облегчающее мнение. Но если спор касается запрета Торы, то здесь следует придерживаться более строгого мнения. А у нас-то не постановление мудрецов, у нас-то это запрет Торы не мсти и не помни злое, стало быть поскольку мнение Рамбома, что этот запрет касается не только имущественной сферы, но и обид, и унижений, и оскорблений, и даже физической боли, то следует устрожая отказаться от мести и нельзя помнить зло. так выходит. Вместе с тем все-таки хотя бы одно разрешение мы находим. пишет книга о Таме Митцвот «Смысл заповеди» это известный очень, Сефер Ахинух. Так вот, приводя эту заповедь, которую мы сейчас изучаем, запрещающую заповедь, запрет на месть, он пишет так. «Все же, мне кажется, начинается он с того, что он не приводит доказательств, а высказывает свое мнение, как мне кажется, что если один еврей развязал ссору и стал оскорблять ближнего, тому не возбраняется ответить обидчику». То есть, ситуация близкая к той, которую мы сегодня обсуждали. А именно, есть ссора и нанесена обида. Человек словесно, предположим, оскорбил другого. Можно ответить. Ведь в такой ситуации человек не может оставаться равнодушным. Подобно бесчувственному камню. Кто может, когда его оскорбляют, когда его унижают, кто может не реагировать на это? Кто может промолчать? Камень может, конечно. Человек обычный, нормальный, среднестатистический человек не в состоянии не отреагировать. Более того, иррационально. Прежде всего, понятно, иными словами, потребовать от человека промолчать на оскорбление – это нереальное требование. Тора, она Тора Тхаим, она Тора жизни. Она не предъявляет к человеку нереальных требований. К тому же, иррационально понятно. Ведь его молчание, молчание оскорбленного человека будет расценено как признание в правоверности высказанных ему обвинений. И если человека, например, обвинят, его оскорбляют, обвиняя его в том, что он присвоил себе чужие деньги и обзывают его вор, и казнократ, и еще что-нибудь, а он, прочитав, как нужно, как нужно быть теми, кто выслушивает оскорбления и не оскорбляет в ответ, кто молчит, но ведь молчание знак согласия. Его обвиняют в том, что он вор, в том, что он присваивает себе чужое или общественное имущество, он молчит. Значит, молчание знак согласия. На самом деле, Тора не требует от человека быть немым, как камень по отношению к своим обидчикам. Не может быть такого, чтобы Тора потребовала от человека нереальные требования. Конечно же, Тора не приветствует месть, с другой стороны. Конечно же, Тора предписывает сторониться этого порочного качества. Оно у нас есть. Есть у нас это качество. Есть желание отомстить, есть стремление отомстить, но им не надо восхищаться. Не нужно делать идеал из графа Монте-Кристо. Нужно понимать, что это порочное качество. И Тора требует сторониться этого порочного качества. Не завязывать ссор и не оскорблять людей. И поступая так, человек сам избежит всего этого. Ведь люди, как правило, не оскорбляют покладистого человека. Для того, чтобы ссориться, всегда нужно две стороны. Если я знаю, что другой человек мне ответит, тогда у меня больше желания его оскорбить, предположим. но если я знаю, что человек, сколько его не оскорбляют, молчит, то и желание оскорблять его уходит. Ну, посмотрим на собак. Когда есть дуэль, одна собака облает другую, другая и ответит, о, вот это разговор, гав-гав-гав-гав-гав, ну, когда одна будет лаять, а вторая собака почему-то будет молчать, так и первая замолчит. Ведь люди, как правило, не оскорбляют покладистого человека. Конечно, исключением этого правила влечаются законченные глупцы против того, кто законченный глупец. Ну, здесь уже нечего поделать, против этого ничего не поможет. Да, по крайней мере, люди нормальные, они не станут оскорблять. Поэтому, конечно, правильно отходить от этого, подальше от оскорблений, подальше от... Но, с другой стороны, не может быть, чтобы запрет Торы распространялся на такую ситуацию оскорблений и требовал бы от человека смолчать. Но, если человека вынуждают ответить обидчику, то мудрому человеку можно это сделать, но, однако, подобает сделать это с достоинством и деликатностью. Нет запрета. Но это не значит, что можно уже открыть варежку и сказать все, что он о нем думает. И понеслось, и понеслось. Нет. Да, разрешается. Тора разрешает, понимая, что человек не может смолчать подобно камню, но ответ должен быть умеренным, рассудочным. При этом не следует излишне гневаться. Гнев нужно обуздывать, ибо гнев обитает в груди глупцов. Ибо человек, когда он реагирует на оскорбление гневно, то он человеку такого наговорит, куда хуже, чем оскорбление, что, которое он получил. И в конечном итоге обиженным будет не тот, кто оскорбил. Вы простите, обиженным будет не оскорбленный, а тот, кто оскорбил. Потому что он получит в ответ в три раза больше. Когда обиженный, когда им движет гнев. обиженный может ответить, может отпарировать, но не гневливо. Это плохо кончится. Это глупцы только делают. Таким образом, человек сможет избежать необходимости, выслушивать оскорбления и переложит всю тяжесть греха на обидчика. То есть, если он отвечает с гневом, тогда вся тяжесть ссоры будет на нем. Он, обиженный, окажется во всем виноватый. Потому что он такого в ответ наговорил, что хоть уж и затыкай. А если он сумеет ответить без гнева, не по злобе, а сумеет ответить деликатно, тогда вся ответственность будет на обидчике. Таков путь благочестивых людей. Но только разрешение ответить глупцу на оскорбление мы можем выучить из того, что нету, извиняюсь. До сих пор Сефер Ахинук приводил свои соображения. Но мы еще не видели доказательства. Соображения, а не рациональные. Согласен. Да, мы понимаем, что Тора не требует от человека невыполнимого, она не ставит перед ним нереальных требований. Но доказательства есть. В Сефер Ахинук я вам приведу доказательства. Разрешение ответить глупцу на оскорбление мы можем выучить из того, что Тора разрешает убить ради самозащиты вора, пытающегося пробраться в дом через проделанный им подкоп. Что это значит? Рассуждает Анна Талмуд так. Предположим, ночью вор влезает в подкоп или взламывает дверь, прилезает через окно, чтобы ограбить квартиру человека. Почему в этом случае вора можно убить? Потому что вор, когда он идет на это дело, он же понимает, что хозяин не сможет устоять против ограбления, что хозяин будет ему сопротивляться. Ну, а если он будет сопротивляться и поднимать крик, то ведь за решетку вору не хочется. Поэтому он понимает с самого начала, что если хозяин будет сопротивляться, придется его ударить чем-нибудь потяжелее, чтобы тот замолчал. Иными словами, хотя перед нами домушник, хотя перед нами человек, который идет просто на ограбление, но при всем при этом в качестве запасного варианта он понимает, что может пойти на мокрое дело тоже. Хотя он, конечно, постарается этого избежать, он не для этого идет. Но оно не исключается. А если так, получается, что человек заранее планирует против хозяина возможность убийства. А если так, то у нас есть правило. А камноурге, хашкемноарго, если человек угрожает тебе убийством, то ты имеешь право опередить его и убить его. На этом основано разрешение. Но почему бы не сказать так? Вор, залезая в квартиру, почему бы ему не подумать, что человек, которого он собирается грабить, он же достойный человек, Тора соблюдает, а в Торе Тора должна потребовать человека, что если тебя грабят, не сопротивляйся. Что сопротивляться? Деньги-то в конечном итоге. Смолчи. Жалко, конечно, денег, но не сопротивляйся. И если так, то вор не рассчитывает на сопротивление и не идет на мокрое дело. И тогда нет разрешения его убивать. Но мы видим, что Тора дает разрешение его убивать. Почему? Да потому что и Тора, и вор, и все знают, что человек не в состоянии смолчать подобно камню, когда его обворовывают. Он будет кричать, он будет сопротивляться, он не сможет смолчать, он не камень, это реальность человека. Хотя, конечно, когда его грабят, лучше было бы промолчать. Сказать, ну, что происходит. В крайнем случае бандиты грабят, но человек не может. «Стало быть, нет сомнения, что человек не обязан терпеть посягательство и вред от рук ближнего и вправе обезопасить себя от вредителя. Аналогично, человек вправе защищаться от слов обидчика, полных лжи любым способом». Так пишет Сефер Ахинуха. И Хофицхайм в том же самом своем предисловии он принимает это разрешение и пишет «Это верная мысль, поскольку в момент оскорбления человек в силу своей природы не в состоянии оставаться равнодушным, как бесчувственный камень, если только Бог не наделил его ангельским характером», как написал Сефер Ахинуха. То есть, во-первых, Хофицхайм соглашается с Сефер Ахинуха. Да, это Аллаха. Но он объясняет, что все то, что разрешил Сефер Ахинух ответить на обиду, это только в самый момент оскорбления. Тогда, как и в момент ограбления, человек не в состоянии смолчать. Он не камень. И потребовать от него сейчас обуздать себя и не отвечать, это нереальное требование. Но как только гнев оскорбленного человека остыл, то разопрещает ему пробуждать себе чувство обиды и мстить обидчику. Более того, запрещено даже хранить в сердце ненависть к обидчику, а спустя некоторое время следует забыть обиду и удалить ее из своего сердца. то есть все это разрешение ответить на оскорбление ударом на удар. Кто-то меня ударил. Во время драки конечно же ответить. Конечно же можно. Не требуется от человека не только что не подставить другую щеку, как это в конкурирующей фирме, но и безусловно можно иметь человек полное право ответить ударом на удар. И не только в качестве самообороны, а просто в качестве мести. Получил удар, получил позудар. Ответь. Имеешь полное право. Когда? В момент драки. А кончилась драка? Как говорит пословица, после драки кулаками не машут. Не имеется ввиду, только я бы его... Драка кончилась, вот теперь вынашивать план в хладнокровные мести и поджидать обидчика где-нибудь в темном месте, чтобы его в момент драки имеешь полное право. Драка кончилась, остыл, все. То же самое по поводу оскорбления. Ответить оскорблением на оскорбление да, можно. Не самое умное, что делать, человек не в состоянии промолчать. И если он ответил, не был умным, не обуздал себя, ответил, никакого запрета он не нарушил. Когда? В момент ссоры. А если после этого, если после того, как он уже остыл, запрещено мстить, тогда ему запрещено это. Более того, и запрет на злопамятство тоже зависит от времени. То есть, Тора требует от нас не помнить злого. Нужно обиду простить и не держать обиду. Когда? Прямо сразу? Сразу как обидели? Да, конечно, нет, это нереально невозможно. Только по прошествии определенного времени, когда человек способен уже, когда уже не кипит его разум возмущенный, когда обида уже утихла, вот теперь, когда обида утихла, вот теперь от него требуется забыть обиду. Можно помнить факт, который был, но обиду теперь надо забыть. И если человек по прошествии времени все еще помнит злое, вот только тогда он нарушает запрет. Но в момент, когда ему нанесена эта обида, тогда, конечно, Тора не требует от него тут же забыть, ибо люди не ангелы божьи, люди, они всего лишь человеки. Вот на этой оптимистической ноте мы закончим. Это общие правила. Может быть, коснемся и конкретных ситуаций, чтобы показать, как эти правила работают на практике, но если это сделаем, то только на следующем уроке. Продолжение следует...